МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии я, Фариза Улбаева. Ребенок найден. Спустя сутки полицейские волонтеры нашли 4-летнюю Амиру, которая потерялась в лесу в Абайском районе. Настоящий герой нашего времени, житель Карагандыния Сундиталиев, вошел в список общереспубликанского проекта 100 новых лиц Казахстана. Первая победа в Павлодаре, впервые в истории противостояния карагандинский футбольный клуб «Шахтер» выиграл у павлодарского Иртыша на его же поле. Полиция Абайского района и волонтеры около суток искали в лесу 4-летнюю девочку. Ребенок отдыхал на пикнике вместе с родителями. Потеряв из виду дочь, родители тут же вызвали полицейских. Как стемнело, поиски девочки были активизированы с привлечением неравнодушных граждан. Спустя почти сутки девочку нашли в 7 километрах от дороги возле села Балактыколя Абайского района. Она спала под деревом, девочка сильно замерзла. Врачи выявили легкое переохлаждение, но госпитализировать не стали. Сегодня девочка находится дома в добром здравии. Родители уверяют, что во время отдыха на природе, собирая смородину, отвлеклись лишь на мгновение. Отныне будут пристально следить за ребенком. По всей видимости, ребенок уснул и всю ночь проспал в лесу до рассвета. Мы ходили и искали дочь всю ночь, усиливали поиски. Все приходили, друзья, знакомые, волонтеры, неравнодушные люди. Скорее, мы не уследили, можно было бы найти в тот же день. Но такова воля Всевышнего. Главное, дочь нашлась. Мы выражаем огромную благодарность всем службам, людям, которые оказались рядом с нами в нужную минуту. В полиции Абайского района сообщили, что с родителями проведена профилактическая беседа. Куратор волонтерского движения «Розыск Караганда» Юлия Князева поблагодарила неравнодушных граждан за отзывчивость к чужому горю. Асель Сазамбаева, Фариза Улбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Его имя прогремело на весь Казахстан. Нияс Сандит Алиев. Получив травму позвоночника, он несколько лет собирал деньги на дорогостоящее лечение. Однако Нияс временно отказался от мечты о выздоровлении. Переведя всю сумму, это почти 5,5 миллионов тенге в фонд помощи тяжело больным детям. Сегодня карагандинский герой вошел в список общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана». Пару недель назад я узнал замечательную новость о том, что от Карагандинской области меня и еще 11 человек выдвинули списком по проекту «100 новых лиц Казахстана». По нынешним меркам карагандинец Нияс Сандит Алиев – настоящий боец и герой. Его история трогает до слез, а сила воли заслуживает восхищения. Он завершает почти невозможное, живет и радуется каждому дню, вопреки страшному недугу, который приковал молодого человека к инвалидной коляске. Понимаете, в душе я не чувствую себя человеком с ограниченными возможностями. Мое сознание не перестроилось еще на вот именно на такой режим. Я в душе и подсознательно все так же бегаю, прыгаю, хожу, контролирую определенные вещи, участвую в каких-то акциях. Уже несколько лет Нияс Сандит Алиев прикован к кровати после неудачного падения из окна четвертого этажа. Ему удалось с помощью друзей собрать деньги на операцию, однако врачи сообщили, что в тот момент операционное вмешательство было невозможно. Все накопленные пять с лишним миллионов тенге Нияс перечислил в фонд «Добровольное общество. Милосердие», помогающий больным детям. Сейчас Нияс ведет свой блог, продолжая вдохновлять своих читателей. Он мечтает о многом. Моя мечта, наверное, заключается в том, чтобы помогать социализировать детей и подростков из детских домов. Также бы хотел заниматься проблемой, касающейся именно доступного города для людей с ограниченными возможностями, потому что на своем личном примере столкнулся с тем, что во многие места, к сожалению, людям на колясках просто невозможно попасть. Это досадно, это не совсем правильно. Поступок нашего соотечественника, чьи средства спасли жизнь юной Софии Брусинской, не мог остаться незамеченным. Нияс Сунди Талиев стал лауреатом молодежной премии Кайнар в номинации «Чистого сердца» и номинантом национальной ежегодной премии «Алтен Журек-2016». А сегодня он в числе 100 новых лиц Казахстана. Сегодня этот скромный юноша ждет новшеств в медицине, так как на сегодняшний день технологий по восстановлению спинного мозга нет. Но наш 28-летний герой не теряет надежду и живет мечтой и верой, призывая соотечественников не оставаться холодными к чужим бедам. Фариза Улбаева, Жасан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С введением обязательного медицинского страхования улучшится качество медицинских услуг. Если сейчас на одного врача общей практики приходится 2500 населения, то с внедрением новой системы эта цифра значительно уменьшится. Глава государства поставил цель войти в тридцатку развитых стран мира. И для этого создаются различные проекты. Один из них – программа «100 конкретных шагов». Среди этих самых шагов – внедрение системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, вводится электронный паспорт здоровья. Теперь не будет проблем с потерей амбулаторной карточки. С внедрением этой системы улучшается и качество оказываемых медицинских услуг, заявляют врачи. То есть, что дает обязательное медицинское и социальное здравоохранение для пациента? Во-первых, доступность. Будет расширяться медицинские услуги. Будет альтернатива частных клиник. Они имеют право выбора как медицинской организации, так и врача. Так как идет такая конкурентоспособная среда, то каждая медицинская организация будет заинтересована в улучшении оказания качества медицинской помощи. Напомним, что с 1 июля текущего года начались отчисления за медицинское страхование. И уже с января 2018 года начнется деятельность фонда. Жительница Караганды Марал Щеркенова в поликлинике определила свой статус. Женщина считает, что с введением этой программы неизменно улучшится качество медицины. Сейчас везде дается информация о медицинском страховании. Эту программу сделали специально для народа. И я считаю, что это правильно. Но мы, работающий слой населения, за нас наш работодатель будет носить 1%. Я очень рада, что нам внедряют такую систему. В больницах за счет отчислений из фонда будет усилена материально-техническая база. В лечебных учреждениях постепенно будут закупать новейшее оборудование. Также будет снижена нагрузка на врачей. Если сейчас к одному специалисту прикреплено до 2,5 тысяч человек, то после программы эта цифра снизится до 1,5 тысяч. Таким образом, в поликлиниках уменьшатся многочасовые очереди, заявили медицинские сотрудники. Асель Сазамбаева, Ажар Гибаева, Жекслык Нуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области полным ходом идет внедрение системы обязательного социального медицинского страхования. Все крупные промышленные предприятия уже осуществляют отчисления в специальный фонд, а некоторые выделяют дополнительные средства на оздоровление своих работников. Первые отчисления в фонд обязательного социального медицинского страхования уже начали поступать с 1 июля. Прежде всего это касается работодателей. За своих работников они перечисляют 2% от заработной платы. В компании Шубаркуль Комер ответственно подошли к работе с фондом. Помимо обязательных отчислений, в компании принято решение о выделении дополнительных средств на медицинские услуги своим работникам. Евразийская группа, являясь социально ориентированной компанией, помимо обязательного медицинского страхования, взяла на себя обязательство обеспечивать еще дополнительные медицинские услуги. То есть в общей сложности на 2018-2019 годы запланировала около 9 миллиардов тенге на обеспечение медицинских услуг. Страхование гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана, независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов, равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств фонда. Об этом руководителям компании Шубаркуль Комер посредством видеосвязи рассказывали представители Министерства здравоохранения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 17 по 30 июля. Газированные напитки в ассортименте 1,5 литра, 189 тенге. Средства для стекол «Клин» 500 мл, 399 тенге. «Макароны Борис» 1 кг 135 тенге. «Сервилат» 1 кг 995 тенге. «Скиф» просто сравни цены. Компания «Караганды Жарык» продолжает активную работу по ремонту электрических сетей в Карагандинской области. В целях бесперебойного и качественного обеспечения потребителей электроэнергии необходимые работы ведутся не только в областном центре, но и в городе Тимиртау. Низковольтные электрические сети компании «Караганды Жарык» формируют новый, идущий в ногу со временем, облик распределительных сетей города Караганды и всего региона. Тимиртауский район низковольтных электросетей образован в 2012 году путем разделения низковольтных и высоковольтных электросетей. Территориальный охват включает 23 населенных пункта. Сотрудники компании осуществляют все виды ремонта технического и оперативного обслуживания закрепленного оборудования воздушных линий и около 150 комплексных трансформаторных подстанций в зоне обслуживания. Общая протяженность электросетей в этом районе достигла 500 километров. Специалисты компании «Караганды Жарык» ведут учет и анализ состояния электросетей, поддерживают электрооборудование в рабочем состоянии, а также внедряют передовые методы организации труда и технического производства. В основном у нас в этом году выполняются только ремонты текущие и эксплуатации. Капитальный ремонт выполняется на Самаркандском участке, линии 10 кВт, 0,4 кВт и подстанции. Наш диспетчерский пункт, с которого управляется всеми сетями 10, 0,4 кВт и подстанциями. Подстанции на сегодняшний день у нас на районе 148 штук, линии где-то порядка 250 километров 10 кВт и 230 километров линии 0,4 кВт. На сегодняшний день в районе ведется текущий капитальный ремонт электрических сетей. Это перетяжка проводов, замена опорной изоляции, подтяжка бандажей и многое другое. Для безопасности потребителей во избежание повреждения бытовой техники на место проведения ремонтных работ производится отключение электроснабжения. Абоненты с пониманием относятся к этому, поскольку знают, что этот ремонт направлен на повышение надежности электросетей. Отключение производится ненадолго и о данных работах потребители извещают заранее, отмечают в компании «Караганды Жарык». Фариза Албаева, Жасул Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о спорте. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» на выезде одержал волевую победу над Павлодарским «Иртышом». Встреча завершилась со счетом 1-2. «Шахтер» уверенно начал игру и с первых минут контролировал мяч. Чуть позже павлодарцы выровняли игру и на 19-й минуте сумели открыть счет 1-0. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Иртыша». В перерыве тренерский штаб «Шахтера» произвел замену. За горняков дебютировал новобранец Иржи Валента, сменивший Марата Шахметова. На 63-й минуте «Шахтер» сравнял счет. Милан Стоянович прямым ударом со стандарта отправил кожаный снаряд в левый нижний угол ворот. На 82-й минуте Сергей Хижниченко воспользовался своим шансом и вывел «Шахтер» вперед. Ильнур Мангутин с левого фланга выверенно навесил на нападающего и тот точным ударом переиграл голкипера «Иртыша». 1-2 первая победа горняков Павлодаре за историю премьер-лиги. Комментируя игру, наставник «Шахтера» Саулюс Шермялиц заявил, что игру начали неплохо, но первый гол сильно изменил ситуацию. Во второй половине удалось успокоиться и карагандинцы начали создавать моменты и контратаки. В итоге победа. Очередной матч «Шахтер» проведет на своем поле. В субботу, 29 июля, горняки примут футболистов Тараза. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Вы можете посмотреть нас на сайте Первого Карагандинского. Если же у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Ну а я с вами прощаюсь. Аман Сау Болонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова